Пасха лучше, чем Рождество. Рождество веселее, конечно, мы отмечаем рождение Иисуса, обетование, в честь которого стоит организовать рождественский праздник. Но Страстная Пятница, Пасха и Пятидесятница по-настоящему лучшие праздники, потому что они как гарантия исполнения обетований, за которые умер Иисус. Без Его воскрешения из мертвых наша вера не имеет смысла. Пасхом Иисус воскрес из мертвых. Мы же воскресли вместе с Ним для вечной жизни. Так что же это означает, воскреснуть вместе с Ним для жизни вечной? Сегодня мы поговорим с вами о пяти пасхальных гарантиях. Я люблю гарантии, они великолепны. Мы покупаем товар, руководствуясь тем, что производитель обещает сделать для нас. Но нам нужны гарантии, что эта вещь сделает то, что обещано. Когда я что-то покупаю, я начинаю это использовать следующим образом. Сперва собираю и устанавливаю, конечно же, не читая при этом инструкции. И только тогда, когда я уже разозлился и засомневался в качестве товара, и у меня не получается то, что мне нужно, вот только тогда я начинаю читать инструкцию. И все было бы ничего, если бы мы так не поступали с нашим браком или же с воспитанием наших детей. Два года назад я купил себе десятилетний кабриолет, привезенный из Бельгии, я и сам его не видел вживую при покупке. Без гарантии, конечно же. Почему же? Все просто. Так было дешевле всего. Я один раз позвонил и спросил, на ходу ли машина. Да, конечно. Обычная, бывшая в использовании машина. Ну, я и поверил бельгийцу в два счета, он же машины продает. У кабриолета должен открываться вверх ради чувства свободы, солнца, греющего вашу голову, ветра, разбивающего волосы. Люди покупают кабриолеты. У этой машины всего две кнопки «Открыть крышу» и «Закрыть крышу». Проще не придумаешь. Я же купил автомобиль в ноябре, и мне надо было ждать весну, всю зиму. И первый же день, когда я хотел открыть крышу, кнопка не сработала. Вот тут я подумал, да уж, не стоило мне вот так слепо доверять бельгийцу. Ладно, дай-ка я все же проверю инструкцию. Хорошо, ступня должна стоять на тормозе, только тогда нажимаете кнопку. Хорошо, нога на тормозе, нажимаю кнопку. И вот новое сообщение «Открыт багажник». Я вышел из машины, багажник был закрыт. Я его открыл и громко захлопнул «Закрыт», думаю я. Но все равно получаю то же сообщение. «Багажник открыт». Я начинаю заново читать инструкцию. Ага, в багажнике есть чехол, его тоже нужно закрыть. Я закрыл чехол, и опять сообщение. «Багажник открыт». Чехол должен закрываться плотно со щелчком с обеих сторон. О, Господи. Те голубые глаза бельгийца все же говорили правду. Видите, это легко. Обетования выполняются, если вы следуете инструкции. И все, что нам обещает Библия, гарантирует Пасха, что это все работает. Единственное, что вам нужно, это верить в воскресение Иисуса. А вера, которая работает, очень проста. Она основывается на надежде и любви, но строго в этом порядке. У нас есть вера в надежду, что мы воскресли в Иисусе, и это вызывает любовь. Но если мы изменим порядок и начнем с любви, то мы споткнемся в любви, и у нас не будет уверенности в надежде. Мы начнем сомневаться в себе, и таким образом мы начнем сомневаться в нашей вере. Тогда лошадь будет стоять позади телеги. Вместо того, чтобы стоять впереди. Вы верите в надежду, а Иисус — наша надежда. Вера же в надежду дает плоды. А плод веры — это любовь. Любовь же вечна, и Бог — это любовь. Как же вам узнать, есть ли в вас истинная вера? Иногда же люди в этом сомневаются. Иисус говорит, что узнать веру очень просто. Горький плод родится от плохого дерева. Сладкий плод родится от хорошего дерева. Вам не собрать виноград с куста чертополоха. Иисус — как виноградная лоза. А мы — побеги. Отец наш — солнце. Иисус говорит, тот, кто останется со мной, принесет много плодов. Плод же — это любовь. Мы остаемся в Иисусе, веря в Него, как в нашу надежду, наше ожидание. Мы остаемся с Ним, если мы верим в Евангелие. Иисус в нас. Вот так мы с Ним связаны. И плод той веры — любовь. А вино из этого плода любви имеет пять вкусов. Вкус хорошего вина легко узнать. Его запах и аромат говорят сами за себя. Есть ли у меня вера? Чувствуют ли люди в моих словах пять грани любви? Ощущают ли они любовь к Отцу нашему? Слышат ли они любовь ко всем верующим? Чувствуют ли они любовь к потерянному миру? Видят ли они вашу любовь ко всему святому? Видят ли они любовь к справедливости? Это все и есть плод любви. И если у нас есть такая вера и такой плод, Пасха дает нам прочувствовать ее пять гарантий. Первая гарантия заключается в следующем. Первое — мы не умираем, а живем жизнью вечной. Когда Марфа встретила Иисуса после смерти Лазаря, Иисус сказал ей, «Лазарь снова встанет из мертвых». А Марфа отвечает, «Я знаю, что он воскреснет, когда придет Судный день». Воскрешение из мертвых — это самое большое обетование из Евангелия. Вместе с Царствием Небесным и Новым Миром. А мы, люди, мы созданы для того, чтобы вечно жить в гармонии с Отцом нашим, управлять, владеть и строить, как дочери и сыновья его. Но мы это все потеряли. Но нам все возвратит Господь наш. Он восстановит нам наш потерянный рай. Он сделает нас равными Иисусу. Мы последние из рода Адамова. Мы больше не можем ошибиться. Нам важно понять, что Адам был духовным человеком в раю. Но тот духовный человек умер в раю, когда вкусил запретный плод. Адам умер и стал плотским человеком. Плотский человек живет в теле, у него есть душа, но дух его мертвый. И вот Иисус реагирует на слова Марфы в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякие живущие и верующие в Меня не умрет вовеки. Веришь ли сему?» Обратите внимание, Он говорит, «Всякие живущие и верующие в Меня не умрет вовек, даже если он уже умер. Веришь ли сему?» А Марфа Ему отвечает, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. А во что верим мы? Мы верим, что были мертвы. Но теперь через веру в Иисуса я больше не живу. Но это Иисус, живущий во Мне. Иисус во Мне, воскресший к жизни. Иисус больше никогда не умрет. Он победил смерть, и Он жив во Мне. Я и Он едины. Я больше никогда не умру. Как же это возможно? Мы же смертны». Когда Иисус говорил с фарисеями о воскресении, Он сказал следующее, «А о мертвых не читали ли вы, что они воскреснут?» Разве вы не читали? В книге Моисея, как Бог при Купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь. Видите, наше тело умирает, но мы не умираем. Я есть Мой Дух. Дух же Мой уже воскрес из мертвых. Вместе с Иисусом на Пасху, и Он будет жить вечно. И гарантия, которую Он нам дает, это то, что Он Сам живет в нас, что мы полностью едины с Ним. Бог никогда не умирает. Он дал нам Свой Дух. Он сделал нас единым целым с Ним самим. То, что мы едины с Его Духом, это и есть наш залог, наше благословение, наша гарантия. Мы больше не умираем, а живем вечно. Давайте перейдем к нашей второй гарантии. Ничто не может разделить нас с любовью Христа. Наш Дух, который был мертв, был заменен на Дух Божий. И это тот же самый Дух, который есть у Иисуса. И это тот же Дух, воскресивший Христа из мертвых. И этот Дух живет в вас и во мне. Нас ничто не может разделить с Духом Иисуса, с Духом Бога и Духом Любви. Тот факт, что Дух наш отделяется от тела, когда мы умираем, не означает, что мы разлучаемся с Богом. С Богом мы навсегда едины. Смерть — это момент покидания Духом слабой и ограниченной оболочки. Наш Дух становится полностью свободным от всех ограничений тела. Мы освобождаемся от тела, которое становится больным, старым и слабым. Мы освобождаемся от тела, у которого есть стремления, далекие от Бога. Мы освобождаемся от нашего ограниченного человеческого разума и наших плотских умозаключений и перспектив. Мы освобождаемся от нашего образа мыслей, враждебных нам самим и Богу. И в один момент наш Дух может испытать полное слияние с Богом, не имея плотских ограничений. Смерть — это не исчезновение в никуда. Со смертью мы не заканчиваемся. Мы вечные. Вы будете существовать. Мы будем жить. Мы всего лишь покидаем наше тело. А для нас, верующих, это новый, непривлекательный канал рождения в новом мире. В тот момент вы вступаете, как человек духовный в духовный мир. Мир Бога, небеса, мир света. Темнота и зло, властвующие еще в нашем мире, не имеют входа в этот мир. Они не могут существовать здесь. Это мир добра, где абсолютно нет никакой формы зла. Это и есть рай, небеса. Но обратной стороной медали является то, что если вы не стали едины с Богом, тогда вы стали единым со злом. А вы тогда едины с тьмой. Да, вы тоже в духовном мире, но только во тьме, где нет ни капли добра. Там лишь зло и царствовать мы. Что же выбираете вы для нас, верующих? Повторю, ничто не сможет разлучить нас с любовью Бога. Никто и ничто не сможет забрать у нас эти обетования. Наши гарантии. Мы даже сами не сможем саботировать это, потому что мы стали едины с Богом. Павел пишет об этом в послании к римлянам. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Он примирился с нами, освободил нас от власти зла, простил нам все грехи наши и освободил нас от всякого рабства. Если Бог все это сделал для нас, то Он и воссоединит нас, сделает нас прежними людьми, какими мы были до грехопадения. Он сделает нас равными Иисусу, человеку, Адаму, который больше никогда не ошибется, не падет. Он, посеявший в нас добро, завершит свое дело в день пришествия Иисуса Христа. Это и есть пасхальная гарантия. Ничто не может разлучить нас с Его любовью. Он полюбил нас еще до нашего рождения. Он возлюбил нас даже в то время, когда мы жили как Его враги. И иногда все еще так живем. Он любит нас, когда мы стоим. И любит нас, когда мы спотыкаемся. Его любовь — это Его инициатива. Мы ее никак не сможем измениться. Мы можем только принять Его любовь. А вы уже приняли безусловную любовь к Господу? Это и есть прийти к вере. Это и есть воскреснуться Иисусом. Это и есть жизнь вечная. И ничто уже не сможет вас разделить с любовью Господа. Павел отвечает в послании к римлянам. Что же сказать на этом? Если Бог за нас, кто против нас? И Он продолжает. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Если Он дал нам Иисусом, то Он это все и завершит. Гарантированно. И второе. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Я гарантирую вам, никто не будет вас обвинять. Христос и Иисус умер, но и воскрес. Он и Одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Я вам гарантирую, никто не будет проклинать вас. У нас есть воскресший Иисус, который за нас просит 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорб или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас. А знаете, даже если вам трудно, никто не сможет разделить вас с Иисусом, ибо мы едины с Ним. Вы всегда побеждаете, потому что никто не сможет отобрать у вас жизнь вечную. Триумфальное признание своей веры — это ваша гарантия. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот это высота, вот это глубина, вот это широта любви Господа, и она бесконечна, и она вечно. Аллилуйя. А я подхожу к третьей пасхальной гарантии. Мы всегда будем победителями, и напрашивается вопрос, кого или что мы будем побеждать. Апостол Иоанн дает нам ответ. Ибо всякие рожденные от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, это наша вера. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Видите, наша победа над силами тьмы в этом мире и есть доказательство нашей веры. А как же мы победим этот мир посредством нашей веры? Как же мы победим наш мир только верой и надеждой воскресшего Иисуса? Это любовь к Отцу нашему, которая больше, чем любовь к этому миру. А что такое мир? Что же конкретно мы побеждаем? Три вещи, которые мы побеждаем, описаны в Евангелии от Иоанна. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей. И гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. От мира сего означает из мировой системы. Мировая система основывается на плотском, а это враждебно Господу. Это любовь Отца, которую Он дарит нам, лишь она дарует нам победу. Мы с вами уже говорили о том, что в мире властвуют плотские стремления. Мы живем потребностями своего тела, своего человеческого разума, но мы побеждаем свои плотские стремления, потому что мы больше не плотские, мы духовное создание. А духовный человек живет по Слову Божьему. Слово не питает наш дух, потому что дух, Бог, внутри нас не нуждается в питании, но Слово направляет наши мысли в русло мыслей божественных и сонастраивает наши чувства, деяния и нашу речь. Но наш человеческий разум не хочет быть настроенным на божественный лад, поэтому обновление ваших мыслей это борьба с собственным разумом, который не хочет меняться. И что же будет, если мы споткнемся? Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Смотрите, если мы будем жить во грехе, то это совсем другая история. Тогда грех стал плодом нашего дерева жизни. В Евангелии от Иоанна мы читаем, и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий пребывающий в нем не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Может быть, вы думаете, что это слишком жестко но надо представлять себе четкую границу. Жизнь во грехе означает, что Иисус в вас не живет. Если вы иногда спотыкаетесь, то там на небесах есть тот, кто за вас 24 часа в сутки и 7 дней в неделю молится именно о вас. Второе, о чем я хочу сказать, это то, что в нашем мире царит зрительное восприятие, но мы побеждаем наше зрительное восприятие. Мы побеждаем алчность. Алчность — это невозможность насытиться. Вам всегда мало, будь то вещи, машины, дома, одежда, деньги, а может, это внешность? Или это слава, путешествия, чтение книг, секс или что-либо другое, чего вам все больше и больше хочется? Алчность — это проблема бедных и богатых тоже, но корень алчности лежит вне удовлетворенности вашей плоти. Ваша плоть всегда хочет все больше для себя, а не для других людей или же для Бога. Плоть — это враг Бога, но мы верим, что мы богаты, в нас есть Бог. Бог дает нам все, в чем мы нуждаемся. Вера в то, что вы богаты Богом, только она и побеждает алчность. Мы духовные люди. Стремимся дать, поделиться, и мы довольны тем, что мы имеем. Духовные люди нацелены на свое божественное предназначение, на нашу ответственность в этой жизни. И мы отдаем наше время и наши таланты, и наши деньги. Мы используем для построения Царства Божьего. А третье — это гордость. В нашем мире плотский человек хочет быть независимым от Бога, и даже человек, о котором говорит Иисус, что алчность и гордость идут рука об руку. Человек, у которого все было хорошо, как ты сказал, давайте же разрушим существующие амбары и построим новые, большие амбары. Я бы сказал сам себе, ты молодец, у тебя много товаров и денег, и хватит еще на много лет. Отдыхай, ешь, пей, ни о чем не думай. В этом заключается мирская мудрость. Если бы тот богатый человек был духовным, то он бы задал вопрос Богу, куда же мне отдать все это изобилие богатства? Бог же ответил ему, глупец, сегодня ночью я призову душу твою, и чьим будет все это? Итак, с каждым, кто для себя копит сокровища и беден в Боге, но мы богаты в Боге, Он наше все, поэтому мы и побеждаем гордость, и поэтому мы побеждаем алчность, плоть горда, она стремится все взять себе, и думает, что все держит под контролем, и она принимает решение без Бога, но человек предполагает, а Бог располагает, но мы обращаем взор наш к Богу, и Он сделает наш путь удачным, а вот так вы побеждаете гордость, мы духовные люди оставляем за Богом последнее слово, наша четвертая гарантия, мы победили дьявола, да, вы хорошо расслышали, мы победили дьявола, в Евангелии от Иоанна говорится, мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле, весь мир лежит во зле, а мы во власти Бога, потому что мы в Пасху, вместе с Иисусом, воскресли из мертвых, мы родились от Бога, и потому что мы рождены от Бога, дьяволу до нас не добраться, так говорится в Библии. Почему же дьявол не имеет власти над нами? Потому что после воскресения мы больше не плотские, а духовные создания, а новые создания не хотят и не могут больше грешить, и посредством воскрешения мы больше не попадаем во власть тьмы, но во власть Иисуса. Потому что мы воскресли, мы не попадем больше под законы тьмы, дьявол же использует законы во вред, чтобы нас склонить ко греху, ведь запретный плод сладок, но мы воскресли к новой жизни в Царстве Божьем, в Его милости. И Он воспитывает нас так, чтобы мы жили без греха, мы позволили себя погрузить, умереть и снова воскреснуть к жизни в вере. Мы умерли, потому что закон потребовал нашей смерти. Но благодаря нашей вере в Иисуса и воскресению Бог воскресил нас из мертвых к жизни вечной. Когда мы выходим из воды, мы воскресаем к жизни вечной. Аллилуйя! Во что же вы верите, если вы еще не прошли крещение? Потому что вера бездействия мертва. Адам верил и послушался закона и прошел обряд обрезания. Евангелие призывает верить в Иисуса и креститься погружением в воду. Умрите, примите наказание Божие и воскресните к жизни вечной по Его милости. Что удерживает вас? Кто удерживает вас? Важнее соблюдать Евангелие. Станьте и креститесь. А сейчас наша пятая гарантия. Мы будем совершенными в наш самый главный день, в день Второго пришествия. мы поменяем нашу ветхую оболочку на Дом Божий, который Он для нас приготовил на небесах. Какой прекрасный день у нас с вами еще впереди. Послание к филиппийцам мы читаем. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа в день Второго пришествия. Бог уже посеял в нас добрые семена. Он заменил наш мертвый дух на свой живой Божественный дух. И в судный день Он завершит свою работу. Он воскресит наши мертвые тела, наш мертвый разум, и Он воссоединит нас и сделает нас такими же, как Иисус, Дух, Душа и тело. В послании к Фессалонике цем говорится, Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий нас, который и сотворит сие. Дорогие мои, сегодня Пасха, Иисус воскрес, и мы вместе с Ним воскресли для жизни вечной, что же нам гарантирует Пасха? Мы больше никогда не умрем, ничто не сможет разлучить нас Его любовью, потому что мы победили этот мир, мы победили дьявола, и мы будем совершенными в самый главный день. Вы тоже хотите быть с нами. Поверьте в смерть и воскресение Иисуса. А как вам это сделать? Креститесь? Давайте вместе поблагодарим Бога за Пасху и новую жизнь. Отец, мы благодарим Тебя за этот пасхальный день. Мы благодарим Тебя, что нам позволено знать, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и что мы тоже воскресли вместе с Ним к жизни вечной. Отец, мы больше никогда не умрем и будем жить вечно. Благодарим Тебя за это. Отец, в этот день мы исповедуем свою веру. Иисус Христос умер и воскрес, и каждый, кто верит в это, в этот самый момент получит жизнь вечную. Благодарим Тебя за это. Отец, мы благодарим Тебя, что мы, начиная с этого самого дня, будем жить как победители. Мы с нетерпением смотрим вперед. Мы больше, чем победители. Мы ждем воскрешения из мертвых, самый главный день, когда мы будем едины с Тобой. Благодарим Тебя, Отец, Ты начал доброе дело дело в нас и ты завершишь его. Отец, ты завершишь дизайм дизайм льв. Йо дизайм Продолжение следует...